И снова всем привет, мои дорогие друзья и подписчики! С вами снова я, не первый, но и не последний, московский видеоблогер. И вы находитесь на канале Московский Обжор. И сегодня уже на улице 25 октября 2018 год. Вот, ребятушки, ребята, сегодня в Москве выдалась очень пасмурная, дождливая погода. И довольно-таки так было прохватно, но правда вроде как сухо. Но люди все равно, все равно жалуются, что у них болит голова, потому что сейчас на улице очень низкое давление. А я же оптимист, я снова плюнул на всех и на все, собрался, умылся, оделся, подпоясался как надо. Взял себя в руки и поехал с нетерпением, а в магазин пятерочка, которая выручает. А знаете зачем? Да вот зачем. Чтобы снова купить себе хороший, отечественный, сладкий, сочный, вкусный, хороший, качественный. И что самое главное, безопасный, выбрать себе арбуз. Приезжаю я сегодня не в свою пятерочку, а в другую решил сегодня поехать. Для того, чтобы выбрать там хороший себе арбуз. Такой захожу я сегодня, смотрю там в другой пятерочке, в моей мало арбузов сейчас. А вот в той очень много их, каких там только не было. Целая коробка, ребята, у них набита была арбузами. Каких там только не было. Размеров и большие, и маленькие, и средние, всякие. Но хорошего, чтобы я мог для себя выбрать и качественного, вроде как что-то мало таких было. И вот лежат они сверху, как бы, да, у них все вподряд. А хорошие, как правило, они арбузы кладут на самый низ. Но чтобы влезть в самый низ, надо все сверху снимать. А это очень и очень неудобно. И вот я смотрел, щупал, стучал, выбирал. Этот мне не нравится, тот мне не нравится. Те какие-то слишком круглые, те какие-то слишком зеленые. Все, короче, какие-то мне не понравились. И я смотрю, там в коробке лежит какой-то арбузик с левой стороны с таким каким-то необычным, очень интересным, загадочным рисунком. И вот я на него глаз положил. Ну-ка, думаю, блин, а он там завален. И вот я несколько арбузов, короче, сдвинул. И все-таки я подпоясался, и тут подтянулся, и все-таки влез в эту коробку с головой вместе. И все-таки я эту вот красавицу достал. Или красавца, я не знаю, мальчик это или девочка. Но внешне очень симпатичный. Во-первых, посмотрите, ребятушки, видите, он глянцевый. Я его только что в ванной вымыл с теплой водичкой, с губочкой, с мылом. Он был такой весь в земле. И посмотрите, какой хороший он. Он это самое, как вам сказать, это самое глянцевое. Вы видите, вот такое вот здесь пятнышко желтое. Оно должно быть обязательно на арбузе. Это земляное пятно. Но, и вот посмотрите, в этом месте он такой это необычный звук издает. Я даже, если честно, не знаю, что там внутри. Сейчас я вам покажу. И вот посмотрите, какой хвостик здесь симпатичный. Вот опять хвостик. И вот такая вот попка. Попка сегодня маленькая. Наверное, это мальчик. У девочек попка побольше. Мне так кажется. Может быть, я ошибаюсь. Вот, что я хочу сказать, ребятушки. А, может быть, наоборот даже. Я даже не знаю. Но дело не в этом. Главное, ребята, как я уже заметил, по своему опыту, что арбуз должен быть вот с таким вот, видите, с необычным красивым рисунком. И должен быть немножечко желтоват. А там все были такие какие-то, такие вот широкие и очень зеленые. Вот этот вот должен быть хороший. Мне так кажется. Вы видите, какой звук? Как будто там пусто, пусто. Вот. Это вообще. Ну все, ребята, у меня уже текут слюни. Я только что заточил ножик. Да, пока я не забыл, пока я не забыл. Давайте, прежде чем я его буду вскрывать, я вам сначала скажу, сколько в той пятерочке, в другой. В моей пятерочке они подешевле были. Не знаю, может быть, сейчас тоже подорожали. А вот в другую, в которую я сегодня поехал, они там стоят дороже. И цена за килограмм составляет 17 рублей 99 копеечек. Видите, это самое. И все равно это дешево. У меня здесь, знаете, сколько этот арбуз потянул? На 5 килограммов 540 граммов. То есть 5,540. Видите, какой здоровый. Вот. Умножаем и получаем. Вот за эту красоту я отдал сегодня ровно 99 рублей 66 копеечек. Эти мне 66 копеечек пятерочка округлило. И поэтому сумма к оплате составила вот за этот арбуз ровно 99 рублей. Наличными я дал 100 рублей ровно. А сдачу у меня дали, естественно, 1 рубль. И помимо всего этого, мне пятерочка на мою карту, а именно моя карта лояльности, выручай карта, которая помогает покупать выгодно, мне начислили баллов 4 балла, в том числе по акциям 0 баллов. А общий баланс баллов у меня уже 68 баллов. Это где-то, по-моему, рублей 7, мне так кажется. Так. И что я хочу сказать, ребятушки, давайте я сейчас вам покажу. Я уже очень, у меня уже слюнки текут. Вот сейчас мы будем это кушать. Вот я уже ножик только что взял, я его наточил. Он очень острый, надо только не обрезаться. Ну всё, давайте, поехали. С Богом. Ребятушки, я очень волнуюсь, нервничаю, поэтому надо очень аккуратно разрезать его. Он очень большой, даже не знаю, как с чего начать, откуда. Очень красивый арбузик. Видите какой? Вот, посмотрите, какая красота. Вы видите, да? Какая красота, ребята, какая красота. Ну разве может быть ещё чего красивее, да? Ничего, наверное, нет на свете. Ну всё, давайте с Богом ещё раз. Я даже не знаю, как его резать-то уж. Такой вот красивая такая форма у него. Ой, сам, сам, сам пошёл. Ребята, вы смотрите, ещё ножики наточил очень острый. Ой, здорово, сам. Слушай, блин, вы видите, да, какой спелый, наверное. Только вот ровно очень отрезать, конечно, не получается. Куда-то всё уходит в кость. Ну потому что он это сам по себе такой не совсем ровный. Вот, видите, да, как вот я разрезал. Так, даже не знаю, что там внутри ещё. Но факт о том, что он сам, ребята, сам разваливается. Наверное, даже этот будет... Вау, вот это да! Вот это да! Вот самый хороший арбуз у меня в первый раз попался. Потом этот самый во второй раз, как вам сказать, немножечко он был такой не совсем сладкий. Но этот вообще самый, наверное, красный за всё время. Вы посмотрите, ребята, какой красный арбуз. У меня ещё баланс белого неправильно на камере настроен. Поэтому посмотрите, сахар. Один сахар, он сам, видите, ребята, сам он это развалился. И видите, он такой прям это сахарный. Вот как это сахарная вата. Видите, вот это очень хороший арбуз. Очень качественный вообще. Вы видите, да, так что завидуйте. Молча, конечно, повезло мне опять. Вот посмотрите, ребята, какой хороший арбуз. Вот вы видите, это сахарный, прям сладкий-сладкий. Это вообще повезло мне. Да. Видите, я даже ещё его не пробовал, а уже знаю, что он будет сахарный. Сейчас я попробую. Давайте попробуем с вами. Так вот, для этого надо взять ножик. И сейчас я попробую, как он хороший на вкус. Давайте попробуем, вот. Да, ребята, повезло. Слава тебе, Господи. Реально сладкий. Реально сладкий, чем те предыдущие. Ой, очень повезло. Блин, я даже не ожидаю. Но действительно, я когда по нему стучал, он как будто пустой внутри. Вообще, блин, это вообще повезло. Слава тебе, Господи. Очень здорово. Вы видите, ребята, какой арбуз купил Сергей опять. Дядя Сергей, дядя Серёженко. И видите, ребята, тонкокожий. Вот такой вот вообще просто изумительный вообще арбуз. Конечно, для такого времени года, чтобы такой был арбуз красный. Вы видите, ребята? Да, ну сахарный. Чё тут, неужели вы не видите, ребятушки? Реально, да, видите, да? Красный, красный. Куда краснее-то? Они краснее, кстати, не бывают. Если только их накачают там чем, я не знаю, марганцовкой. Вот, куда краснее. Самый натуральный, естественный цвет. И вы посмотрите, как будто сахарная вата. Какой хороший вообще. Просто изумительный, сочный. Я вот только что попробовал. У меня во рту до сих пор очень сладко. Очень, да, здорово. Один сахар. Ну, а на этом всё, ребятушки. Мы сейчас с Ленкой будем кушать. Эту вот половинку я себе оставлю, а это ей. Конечно, не за раз мы съедим, но всё равно. А может быть и за раз. Вот, посмотрите, ребята. Какой хороший. Сладкий-сладкий. Вот честное слово вам говорю. Жалко, что наши камеры не могут передавать не только картинку и видео, а также звуки, но также и ароматы. Хотелось бы, чтобы наши камеры передавали различные запахи, духов. Вот и там и вкус. Вкус бы ещё бы научились камеры передавать. Вообще, очень сладкий. Очень я доволен вообще, ребята. Всё, ладно. Не забывайте подписываться на мой канал, а я пошёл жрать арбуз. Всё вообще. Завидуйте молча. Пока. Не болейте.